Существует некая манипуляция, такая очень хитрая, когда подменяются понятия обязанности министерства, есть уставные обязанности министерства, обеспечить государственные программы. Вместо этого министерство вдруг начинает заниматься поисками коррупционеров, вдруг начинает экономить наши деньги, наших налогоплательщиков и мои в том числе. Задача министерства по уставу не экономить деньги и не бороться с коррупцией. Для этого у нас есть совсем другие органы. Задача министерства обеспечить нас, врачей и наших пациентов, расходными материалами и медикаментами. Вот с этой задачей они не справились. По состоянию Васильева, насколько возглядела ситуация? Я хотел бы уйти от персонификации некой. У меня нет сегодня противостояния и какого-то скандала с госпожой Супрун, как и нет у меня противостояния с общественными организациями. Я просто задаю вопрос, что делать сегодня нашим пациентам, которых привозит скорая помощь, и которым я как врач, имея за спиной юридическую и моральную ответственность за их жизнь, не могу помочь. Они экономят деньги и занимаются поисками коррупционеров. Вот в чем проблема. У нас в Украине нет вообще системы реабилітации. Я инициатором законопроекта, который уже год лежит в парламенте. 44-58 про попереджение инвалидности и комплексную систему реабилітации. Он лежит в парламенте. Только что звучало так же визначение медичной послуги. Что такое медичная послуга? Это в первую очередь внесение в закон Украины, визначение медичной послуги. Это так же тот законопроект, который лежит в профильном комитете и не принимается, и не выносится в парламент. И я вважаю, что мы без конца будем постоянно говорить про то, что один министр охраны здоровья не такий, другой не такий. И постоянно будут происходить конфликты с такими проведенными лекарями нашей страны, потому что страна не создала належных условий для их работы. И чья это ответственность? Я вважаю, что основная ответственность за отсутствие реформы в Украине, в охране здоровья, это отсутствие новых законов. Не будет реформы, пока парламент не принимает комплексные системные решения, которые направлены на изменение системы финансирования охраны здоровья. Пока мы не будем финансировать медицинскую услугу, как это должно быть визначено в законе. И это будет постоянно происходить, такие конфликты. И мы никогда не найдем того министра, пока не сформуем ему условия для его работы. Первый приказ, который она подписала, это 835. С этим приказом она дозволила в Украине 95 препаратов проводить испытания на украинских гражданах. Притом, выпробование за кордоном стоит одного аппарата где-то 50 тысяч долларов. У нас это делается бескоштовно. Мы специалисты, готовы к диалогу. Мы готовы... Мы готовы весь свой опыт многолетний и всю нашу практическую деятельность положить на алтарь сегодня этих реформ. Мы готовы включиться в этот процесс, хоть завтра. Люди, которые воювали в 2014 году, сейчас перестали брать на реабилитацию в військовые шпитали. Кажут, идите за свой рахунок и реабилитуйте, где вы хотите. Это люди, которые потребуют, потому что там люди, которые не потребуют, они никогда в жизни не пьут.